Привет, друзья! Это Галина from Galina's Beauty Club. Подождем, это тут... Такое сопровождение, сопровождение птиц, они очень громко кричат. Сегодня я хочу поговорить о бритье лица. Такое, несколько, может быть, бритье лица для женщины. Это, конечно, звучит несколько такой, ну, необычно. Необычно, но, тем не менее, эта процедура, эта процедура достаточно популярная вообще за рубежом, в Америке в частности. И вот я ее использую, эту процедуру, практически перед каждым, перед каждым фейшел. Почему? Потому что, когда мы используем вот этот Blades, то есть, это такой, как выглядит, как скальпель, и когда мы Shaving Superficial, то есть, поверхностный слой эпидермиса, который уже мертвый слой эпидермиса, это, во-первых. Во-вторых, мы срезаем Shaving Away, извините меня за английские слова, волосы, которые, нежелательные волосы, которые растут с возрастом. И вся продукция, которую мы после этого наносим, она пенетрирует, то есть, проникает в кожу более быстро и более глубоко. То есть, вот эти основные преимущества, преимущества, они, конечно, оправдывают эту процедуру. Но многие мои клиенты, они всегда настороженно относятся вот к этой процедуре и всегда вначале спрашивают, а не вызовет ли это рост волос. И что лучше мы будем использовать ваксацию волос на лице, чем Dermoplaning or Shaving. И для меня это всегда вызывает, ну, в какой-то степени недоумение. Почему мы не боимся ваксацию и боимся вот Shaving? Во-первых, когда мы используем Shaving, мы только срезаем поверхностно волоски. Мы не стимулируем фолликулы волоса. И, то есть, мы не стимулируем фолликулы волоса, и волос растет когда? Когда мы стимулируем фолликул, и когда, то есть, когда мы не убиваем этот фолликул, то есть, он стимулируется и растет быстрее. Допустим, когда лазер, то есть, мы убиваем фолликул, и таким образом волос больше не растет. И волос еще стимулируется гормонами, как тестостерон. Почему у мужчин всегда растет, ну как бы вот волосяной покров на лице выражен значительно жестче и волосы растут быстрее. Но, так как они это используют, вот эту процедуру, каждый, практически каждый день, это одна из причин, почему кожа у мужчин less wrinkles, то есть меньше морщин и выглядит моложе, то есть если сравнить с женщиной такого же возраста. Поэтому, женщины, не надо бояться вот этой процедуры. Эта процедура пришла из Японии, то есть пришла из Японии, где японские гейши ее используют постоянно. И Дермаплейн всегда используют японки перед нанесением свадебного макияжа. Знаете, какой у них сложный, там, мультилейер, много слоев вот этого макияжа. И чтобы макияж лежал красиво, вот они используют вот эту процедуру. Я лично сама использую эту процедуру для себя уже, наверное, больше 10 лет, но не рекомендую использовать ее часто. То есть вот я, допустим, использую ее раз в месяц. Раз в месяц, но все, конечно, индивидуально, особенно если есть какие-то восточные гены, и когда волосы растут более быстро, то есть здесь уже генетическая какая-то предрасположенность, то, конечно, здесь индивидуально подходите. Сейчас особенно это легко осуществлять эту процедуру в домашних условиях, потому что вы можете купить вот этот Блейдс свободно по интернету найти. Только будьте осторожны, потому что один раз я использовала для себя непрофессиональный Блейдс, и он был недостаточно острый и более такой, как царапающий. Поэтому, чтобы не было вот такого механического повреждения кожи, то есть осторожно выбирайте вот этот тулс для своей кожи. Еще такой момент. Когда вы эксфолюируете, то есть вот когда вы проводите вот этот шевин для лица, то ваши фибробласты, это, как я всегда говорю, это масса of the cells, то есть она получает сигнал, она получает сигнал, и что нужно продуцировать новую клетку. И таким образом мы поддерживаем цикл, цикл клетки. Мы поддерживаем цикл клетки, потому что кожа клетки с возрастом растет более вяло, более медленно, и когда она достигает поверхности, вместо того, чтобы она shade off, ну, как бы отпадать, она залипает, залипает, потому что кожи с возрастом недостаточно, не хватает влаги, и то есть они как бы вглубь, то есть как бы залипают, и поэтому кожа с возрастом, она выглядит более такой тусклой, неяркой, потому что много вот этих слоев уже отмершего эпидермиса. Поэтому проводите регулярно эту процедуру, и домашняя продукция, которую вы будете наносить после этого, будет пенетрировать более быстро, потому что если много слоев кожи, то какой бы вы крем или какую бы вы сыворотку не наносили, она не будет достаточно свободно проходить в дерму. То есть это вообще всегда, ну, сложный процесс, то есть и для этого используют разные формулы, начиная от липосомальных формул, мы для этого используем и ультразвук, и так далее, для того, чтобы усилить пенетрацию продуктов в кожу. И вот эта простая процедура, она будет облегчать этот процесс. Спасибо! Спасибо, я, может быть, иногда куда-то уходила в сторону. Если есть какие-то вопросы, буду всегда рада ответить. Бай-бай!